Ну что, дорогие друзья, скорее всего, сейчас вы открыли этот видос и подумали совершенно о другом, что, мол, Санёк решил в очередной раз спустя время поиграть в игрушку под названием Getting Over It и попробовать опять добраться до самого верха. Но, друзья, поверьте мне на слово, сегодня я задумал кое-что более интересное. Здарова, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и мне пришла в голову идея, а что если в одном видео мы соберём, ну не то чтобы, конечно, это будет грубо сказано, все самые значимые игры, которые были на моём канале, потому что есть как та же Бимка, Форза, там, ГТА, которые существуют, в принципе, постоянно, есть какие-то игры, которые я прохожу, я тоже не могу сказать, что они незначимые, но есть игры, которые нам заплатят. Они запомнились многим, скажем так, либо моими потраченными нервами, либо какими-то мемами, которые возникли просто из ниоткуда, просто потому что вот так вот произошло. И, в общем, есть много всего. Я сегодня решил собрать несколько игр, просто в них поиграть, и просто хочу, друзья, чтобы вы испытали, возможно, чувство ностальгии, потому что я прекрасно понимаю, что помимо того, что, вот, Наргетинг Овер Ид, да, я проходил эту игру в 2019 году впервые, периодически к ней возвращался, пытался бить рекорды. Да, я её так и не прошёл самостоятельно, напомню, что мне пришлось, так скажем, воспользоваться читами в виде, да, ну, не будем вспоминать, в общем, да. Много я прошёл сам, конечно, но полностью я не могу сказать, что я прошёл эту игру, к сожалению. Вот, и я понимаю, что помимо того, что вы помните, там, вот это вот, вот это, наверное, наверняка мемы про полевого червя, вот это вот всё, это, конечно, всё замечательно, классно, но я просто понимаю, что в жизни каждого из вас происходили какие-то события. Возможно, там, не знаю, в 2019 году вам было, ну, например, 15 лет, или 16 лет, или 14, или 13, или, может быть, 18, и каждый, для каждого, вот, вот, он сейчас смотрит на Гетинг Овер Ид, и он понимает, бля, тогда Санёк проходил, вот это вот всё происходило, а у меня в жизни происходили вот такие-то, такие-то события. Но всё равно, друзья, чувство ностальгии, оно, оно прекрасно. Я хочу, чтобы большая часть моих зрителей, потому что мы сегодня захватим несколько игр, помимо того, что, естественно, вспомним какие-то моменты во время прохождения, конечно, я хочу, чтобы мои зрители кайфанули от того, что они просто-напросто вспомнят, что происходило в их жизни в тот момент, когда они смотрели то или иное прохождение. Ну, либо же, там, не все игры у нас сегодня будут касаемо прохождения, но тем не менее. Друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра, может быть, я зря затеял это всё, может быть, нет, но я люблю, знаете ли, так душевно и поговорить, и что-то поделать, и сегодня я считаю, что как раз-таки такой случай. И начали мы как раз-таки с игры Гетинг Овер Ид, в которую я, блядь, играл часами, пытаясь вот этим уродом, блядь, лысым, сука, качком, забраться... Да ёбаный фонарик, блядь. Нет, у меня нет цели сегодня, друзья, пройти до конца, хотя было бы, конечно, прекрасно, если бы я сейчас под такие, знаете, ламповые рассуждения ещё и каким-то... Тихо, 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 каким-то... Каким-то... Образом, блядь, прошёл бы эту игру. Но это всё сказки, друзья, это всё миф, потому что... Периодически я, конечно, возвращаюсь в эту игру, потому что она дала мне многое. Прежде всего, она научила меня закалять нервы, она научила меня понимать, что, знаешь, даже если тебе кажется, что ты отчаялся, тебе не нужно отчаиваться, потому что... Вот в этой игре действительно её пройдёт только тот, кто понимает, что такое... Так, подожди, подожди, сейчас я тебе про... Правильное движение. Всё, отлично, друзья. В принципе, неплохо, за 4, по-моему, минуты или за 3 мы как бы дошли до сюда, а это многое для меня значило бы, если бы я сейчас проходил эту игру в 2019 году. Ой, друзья. Друзья, в общем, я сегодня реально собрался, вот так вот просто проснулся и понял, что... Я просто хочу, чтобы действительно вы кайфанули сегодня, потому что мы несколько игр затронем. Я думаю, что каждый найдёт для себя что-то, что-то, так скажем, значимое, опять же, в коей-то степени. Ну, я привёл примеры почему-то, что-то как. И, друзья, будет очень приятно, если вы поддержите эту серию лайком. Бля, я даже немножко потерялся с мыслями, потому что всё-таки играя в Getting Overhead, ты понимаешь, что ты хочешь напрягаться, у тебя постоянно напряжено всё, что можно, начиная, блядь, от кисти руки, потому что ты управляешь этой ёбаной мышкой. Я вспоминаю этот день, когда я впервые вообще обнаружил эту игру, и зачем я вообще на неё наткнулся, как так получилось, непонятно. Бля, это реально же будет сейчас смешно, если я сейчас, прикиньте, вот просто пройду апельсинчик, например, да? Ну, у меня нет цели, опять же, такой, я её не буду ставить специально для того, чтобы... Бля, слушай, ну, я не знаю, как это работает, то есть, понимаешь, я как бы... Я, хоть и понимаю механику игры, но, блядь, я в неё не задрочу, типа... Я в неё не задрочу, чтобы, как бы, это самое, там, ставить какие-то рекорды уже очень... И... Бля, вот, сука, вот всё равно же хочется, да? Всё равно... Всё равно хочется, блядь, но колется, нахуй! Вот всё время... Всё время, начиная играть в эту игру... Бля, какой же пиздец, а? Я просто вспоминаю, как я надрачивал эту ёбаную мышку, просто вот... И... Искал для себя какие-то, знаешь ли, лайфхаки, которые помогут мне, но... На самом деле, самый главный лайфхак, это здесь, как бы, это смешно не звучало, просто расслабиться. Вот серьёзно. И чем больше ты расслаблен, тем, как бы, всё лучше. Так, апельсинчик, друзья. Мы вообще не рассчитываем вообще ни на что сейчас совершенно, потому что... Я прекрасно понимаю, что это то самое место, которое я действительно не прошёл своим... Это была, друзья, игра Getting Over It, которая очень-очень сильно сказывается нам... Сказалась. Давайте так, говорить обо всём прошедшем времени, сказалась на моей нервной системе. Надеюсь, кто-то получил вот эту порцию воспоминаний, а мы двигаемся дальше. Ну и, конечно, друзья, куда же без нашей старой, доброй GTA 5 RP, на которой я играю уже практически... Три года. Три года уже практически прошло, как я играю на этом проекте. Друзья, пару слов, если вдруг вы ещё не начали играть. Вот ссылочка в описании, вы прям вот переходите и попадаете на эту замечательную страницу, где, собственно говоря, вы можете просто вот в три шага начать играть на самом крутом и самом крупном проекте в сфере roleplay серверов... GTA 5 RP, потому что десятки тысяч игроков неспроста выбрали именно этот проект и проводят с кайфом там время. А, между прочим, там вам доступен огромный широкий спектр не услуг, а как раз-таки возможностей, друзья. После того, как ты выберешь подходящий для себя сервачок, напомню, что я играю на первом сервере под названием Downtown, вот эти три шага выполнишь, ты можешь уже окунуться в этот прекрасный виртуальный мир, где очень много всего интересного. Приключения сами тебя найдут. Поэтому, друзья, советую не медлить прямо сейчас. Переходи по ссылочке в описании и начинай играть вместе со мной на GTA 5 RP. Ну, а мы продолжаем. Итак, друзья, следующая игра, Boxman Struggle. После того, как я... А, продолжить даже есть. Так, подожди, я даже, честно говоря... Не-не-не, подожди, не, это неинтересно. Давай новую игру начнем. После того, как я потратил действительно большую часть своих ёбаных нервных клеток в игрушке под названием Getty GoWrite, вновь наш мужик, теперь не в кувшине, а в коробке. И, собственно говоря, суть здесь, ну, не то, чтобы такая же, здесь... А, подожди, я уже, я уже даже забыл, как... Ага, да-да-да, нам нужно управлять, друзья, коробкой. Коробкой, блядь! Вот, казалось бы, ну сколько тоже нервных клеток, ну, может быть, не столько, сколько в Getting Over It, но всё же, мы потратили в этой игре. Я, блядь, просто, честно говоря, даже не хочу вспоминать, потому что здесь совершенно другая система. Казалось бы, казалось бы, тоже коробка, да? Ну, как бы, ну, она управляет совершенно иначе. Она... Блядь, я даже не помню, как ей, сука, управлять. Вот, как-то, знаете, мужик кувшине уже как будто, блядь, как будто родной, нахуй. Вот, Серёж, ты им управляешь, и как бы... И как бы всё хорошо у тебя. А тут... Так, подожди, подожди. Оп. Блядь, да нихуя себе сказал я себе, нифига себе. Причём эту игру я прошёл полностью, напомню. Напомню, что если Getting Over It, я прошёл... Прошёл, ну, к сожалению, не полностью самостоятельно, то... То... Эта игра была пройдена мною, друзья, от и до. Так, подожди, а куда тут? А, да-да-да-да, вот тут вот так, аккуратно. Блядь, ну, тоже, знаете ли, может быть, не такая значимая, но потрачено нервных клеток было очень и очень много, друзья. Очень и очень много. Так, подожди, мне нужно, по-моему, как-то... Гений. Просто гений нашего времени, пацаны. Ну, просто мне нужно, я помню, что я перевернуть, по-моему. Или похуй, ладно, давай попробуем так допрыгнуть. Но, знаете, вот... Это называется спешка, друзья. Это называется спешка ебаная, которая вот приводит в этих играх примерно к такому. Я... Ну, я понимаю, я понимаю, что сейчас такие многие скажут, что, Сань, ну, ты понимаешь, что Boxman Struggle, наверное, всё-таки неправильно сравнивать с Getting Over It. Я бы поспорил. Да, Getting Over It нам запомнился больше, и мне в том числе, но я как-то не мог пройти мимо, потому что, безусловно, эти две игры как-то между собой связаны. Ну, можно сказать, и косвенно, и напрямую. Они всё равно... Они всё равно похожи, и... Ай, блядь. Вот это вот постоянное... Постоянное нервное напряжение, которое ты испытываешь, к сожалению, друзья, с этим ничего не поделать. Постоянное вот эти... Тихо. Бля, мне кажется, что, когда я проходил, знаете ли, это... Блядь, как-то... Какой-то спидран пошёл, пацаны. Не, ну слушай, ну опыт, да? Опыт-то, сука, не пропьёшь? Всё равно каким-то образом... Подожди, сейчас я вспомню, как тут надо вот так, по-моему, поставить сейчас, эту ракету ебучую перепрыгнуть. Реально какой-то спидраныч, блядь, пошёл. Нормально вообще, как бы? То есть, как бы, казалось бы. Сколько я не играл в эту игру, вы понимаете, да? Что я там заранее не подготавливался, ну, как бы, в этом, мне кажется, нет никакого смысла. Но сейчас я играю, как бы, и, в принципе, всё складывается очень даже... Очень даже неплохо, как бы. Так, подожди, тут какая-то подлянка, я помню, будет. Я только не помню, какая конкретно. Так, мячик мешает, мячик мы в сторонку отправляем. Сейчас, прикиньте, реально, просто спидран. Так, подожди, вот тут, по-моему, надо допрыгнуть. Вот это вот, по-моему, сложно, да? Сейчас, 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 оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп, сейчас, сейчас, вот надо балансировать. Бля, ебать, я помню, руки помнят, мозг делает, бля, как говорится, да? Или как там говорится, блядь? Ну, как-то так говорится. Опа, нахуй! Нихуя себе! Так, ну, тут это не страшно, наверное, да? Я уже не помню. Просто тут есть, конечно, безусловно, всякие, всякие приколюхи. Так, подожди, тут выглядит как-то очень... Очень страшно. Я не помню, просто, куда нам нужно. На камень, что ли? А, да? Разве? Нет, подожди, по-моему, не на камень, по-моему... По-моему, нам нужно сюда. Ребят, я не знаю, я не помню просто сколько, честно говоря... А, блядь, точно, тут же эта хуйня. Ща-ща-ща-ща-ща-ща, подожди, подожди, подожди. Я не знаю, все равно это... Вот... Вот все равно как-то это работает так, что хочется это проходить. Тем более, когда прет вроде, да? Блядь, ну, по-моему, я точно, когда проходил эту игру тогда, это занимало у меня больше серий, нежели сейчас. Я, конечно, не знаю, как это точно работает, друзья, но... Блядь, ладно, не получилось сейчас. Там просто этот косячок мешает немножечко Ща-ща-ща-ща-ща Так Так, подожди, тут на радио надо? Я уже... И вот это я забыл реально уже А куда дальше-то? Я не помню просто Подожди, я просто боюсь, потому что я не помню, куда дальше Сука, она ещё так сделана же, что Она скатывается в случае чего Подожди, а куда дальше? Влево или вправо? Я просто не помню, блядь Это такое, знаешь, ощущение Неизвестности какой-то, которое Немножко Ну, немножко как бы... Бля, ебать, у меня рука-то Придрочена, это страшно, блядь Это страшно осознавать, что у меня каким-то Интуитивным образом это всё получается Это, блядь, не очень хорошо-то на самом деле Или хорошо, я не знаю Так, подожди, что тут у нас? Я уже забыл реально Как мы должны на этот Я просто думаю, куда дальше-то Я реально не помню, сука, это не честно По-моему, вправо, наверное А подожди, вправо-то вообще можно? Ща-ща-ща Пацаны Куда дальше-то? Сюда? Keep left Это пиздёж? Я не помню, серьёзно, блядь Или надо было... Наверное, туда А куда дальше-то? Я там пойму? А, всё-всё-всё, понял Ща-ща-ща-ща-ща Бля, мне кажется, я до сюда доходил довольно Довольно-таки, знаешь ли Понял Ладно, окей, хорошо В общем, друзья, Boxman Struggle, которая Я считаю, что всё равно нам Должна запомниться, потому что Она легче Она легче, мне кажется, чем Getting Over It Хотя, опять же, если ты понимаешь Механику Getting Over It Если просто пройти апельсин Который, ну, реально является Мне кажется, самым сложным элементом В игре То на самом-то деле проблем Никаких Вроде как-то и нет Ну, как бы, всё такое Вроде аккуратненькое Всё, как бы, такое спокойненькое Сейчас давайте я последнюю Попытку предприму Я просто боюсь, что она перевесит Бля, я не понимаю, как туда допрыгнуть Потому что мне реально туда надо Ну, ладно В общем, это не важно, друзья Сколько-то я сейчас за пять минут там прошёл И эта игра Безусловно, я думаю, что нам запомнилось С тем, что она залипательная Она прекрасная В неё тоже хочется играть В неё тоже хочется проходить И сейчас я, на самом деле, продолжаю в неё играть Просто потому, что Если в Getting Over It Я понимаю, что апельсин Ну, это что-то такое недосягаемое То эту-то игру я проходил Ладно, не будем Возможно, я бы сейчас потратил Какое-то количество времени Её прошёл Но предлагаю всё-таки перейти К игре номер три Друзья, я понимаю, что это не начало видео Но всё-таки Можно я сейчас просто вспомню, как это было? Это было примерно так Здарова-здарова, дорогие друзья С вами, как обычно, Булкин Добро пожаловать на мой канал И сегодня мы играем в игрушку Мы назвали Джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-он Итри-да-да-да-да Бля, это было прекрасно Это было прекрасно Я открыл эту игру для себя Тоже слишком поздно Потому что её уже Все вдоль и поперёк прошли Поиграли в неё Но Саня Булкин В один прекрасный момент В 2021 году По-моему, да Это же было в прошлом году А Понял, что Что такое Реально потная хуйня Потому что Я понял, что я запустил Этот первый уровень И просто Ахуел Потому что я думал, как может быть такое Это же нужно иметь просто какую-то нереальную реакцию Даже для того, чтобы пройти первый уровень Я думал, что, блядь, может быть я запустил что-то не то А потом, друзья, началось Мы все с вами прекрасно помним Сколько времени, сколько энергии Сколько сил я тратил На каждый уровень в этой прекрасной игре В которой прекрасно реально всё А начиная от саундтрека, заканчивая той системой За счёт которой всё это здесь управляется Весь этот геймплей, сука, простой 2D Ну как много всего Ой, ребята, я не знаю Это прекрасно, это прекрасно И мы все ждём обновления, где добавят новые уровни Официальные, потому что их не хватает Я понимаю, что есть всякие котлеты, гаунтлеты Блядь, ещё всякая херня Но мы с вами, друзья, ждём Именно официальные уровни Чтобы вновь проходить и потеть Потому что это время было прекрасно Я никогда его не забуду Я понимаю, что я заб... А вот так, вот нахуй А вот так кто сказал, что с первого раза я первый уровень пройду Блядь, сколько... Вот просто давай откроем вот что-то Я понимаю, вот... Бля, электродинамикс это пиздец Клапстеп так я и не одолел, конечно Но демонов мы как бы не берём в счёт Электроман Адвенчер Даже вот эту хуйню, если вспомнить Ну это же пиздец просто, да? Ты понимаешь? Вот как бы вот это вот всё Вот это вот всё Ты понимаешь, сколько мы... Сколько мы тратили! Всех! Блядь, я... Провёл, наверное, реально сутки, блядь Напролёт Просто сутки напролёт, пацаны И это не смешно! Это игра, которая вызывала у меня... Это пиздец Это просто пиздец Я просто... Я сейчас вспоминаю, знаешь, вот У меня ассоциация сразу с тем Как же мне было больно! Как мне было больно, я... Я нихуя не помню, серьёзно Это, это так... Это вот год уже прошёл, наверное, с момента того, как я проходил все эти уровни Но, друзья, мы-то с вами помним прекрасно Мы-то с вами помним прекрасно Сколько энергии, ебучей и сил я потратил на вы... То, что выучить, чтобы вовремя нажимать Яичница эта ебучая Эти тарелочки, спутнички, блядь Вот это вот всё Это гениальная игра Это гениальная игра, друзья Это гениальная игра, когда я просто смотрю на эти сто процентов И понимаю, что у меня есть чем гордиться Просто... Мне есть чем гордиться, друзья Мне... Как это можно вообще было играть, я не понимаю Как-как-как мозг у меня не... Понимаете? Как мозг может реально не плыть? Как... Как он может не плыть от такого? Это пизда! Концентрация всего пиздеца на свете, блядь! В единой игре просто! Это пизда Тун-тун-тун-тун Ребят Просто нет слов, одни эмоции Реально Ну это пиздец же Ну это просто полный пиздец Это пизда Нет, друзья Это пизда Я просто... Я аплодирую этой игре Я аплодирую разработчикам Мы очень ждём, блядь Обновы Я хочу проходить дальше Но Геометрия дэш Я думаю, что каждый согласится Каждый Чего только стоит Солдаты уругвая Вот это вот Ой, ну нет Ну это же Ну просто Это было великолепно Это было великолепно, друзья Без лишних слов Просто Э А мы двигаемся дальше Друзья Ну и конечно же Шули-брули-крем-брули Игрушка под названием Капхед В которой я тоже Залипал Огромное количество Времени Проходя все эти уровни Как бы ещё когда не было DLC Да Я тоже безусловно Узнал об этой игре Довольно поздно Вообще как бы Не думал никогда Что меня подобный жанр Заинтересует Но как Только я начал в неё играть Я не смог просто остановиться И сколько, блядь Тоже нервов я потратил Вместе с этой чашечкой Сколько Вот только чего стоит Финальный босс Давайте мы отправимся Просто на Остров 3 Я не знаю Так для разнообразия Чтобы просто Поспоминать эти локации Поспоминать может быть Кого-то из боссов Сколько Нет, давай на первый На первый На первый На первый хочу Как это вот Как всё это начиналось Тот стрим, друзья Тот стрим, на котором я Блядь, сколько часов Я не помню Там часа 3, по-моему Мы с Олей пытались Этого финального босса Одолеть Охренеть Три часа На одного босса Это было прекрасно Друзья Да Это 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 Очень Было больно С точки зрения Того Что, блядь Так Я не Высокая Нет, подожди Обычная Давай Я просто даже не помню Что это конкретно за босс Ааа Ну это Совсем Начальная Хуя Чёрт возьми Какая у меня Сейчас реально Ностальгия Блядь Я даже не помню Что они делают Подожди А что они делают А что они делают Я забыл Блядь Не очень удобная Пушка Для этого Пацаны Вы понимаете Что Вы понимаете Что Блядь Это Первый босс А ago Аня Ты что Санюх Давай Собирись, блин, чё за хуя? Биздеет. Сколько... Вы понимаете, каждый, 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 каждый босс был пройден. Был пройден каждый босс! Охренеть, блядь, это было... Это было, на самом деле, уже довольно-таки давно, можно сказать. Так, я не помню, что он делал. Блядь, да ёбаная сука... Да блядь, да что я обрегнулся же, нахуй! Хватит пускать мне эту хуйню! Пацаны, вы понимаете, да, что это всё... Это всё смешно. Это всё смешно, потому что это начальная хуйня. И как бы то, что мы потом с вами уже в этой игре переживали, это как бы, ну, не сравнится вообще... Блин, я реально не помню, реально не помню, что они там делают. Подожди, с двух сторон? Ну ладно, давай с двух сторон. Блядь, это было прекрасно. Пацаны, это было, это было, это было прекрасно. Я не знаю, я сейчас не пытаюсь там пройти, что-то повторить, я просто... Я просто ностальгирую точно так же, как и многие из вас. Блядь, сколько нервов! Просто сколько, сука, нервов было! Потрачено в этом ебучем капхейде. Просто сколько! Это одни из первых уровней, вы понимаете? Вот эта вот вся херня, вот эта вот картошка, морковка, это всё начало! Начало! Просто я знакомился вообще с этой игрой, не понимая до конца всего пиздеца, который меня потом ждал. Потому что, я говорю, игра была полностью мною пройдена. Блядь, просто, просто сейчас это выглядит всё максимально смешно, конечно. Жесть, это жесть, друзья. Не знаю, эта игра оставила огромное впечатление, на самом деле. Я никогда бы, ну серьёзно, не подумал, что, что, что-то подобное, как бы, у меня... Мне просто зайдёт настолько, что я буду тратить огромное количество времени, чтобы в это играть. И произошло именно так, блядь! Блядь, я же был неугомонный, а каждый день возвращался в эту игру, чтобы бить эти ёбаные рекорды. Просто... Пиздец. Это пиздец, друзья. Это пиздец. Такие лёгкие боссы, которые сейчас, ну, просто вот, ну, серьёзно, кажутся просто... Просто ни о чём. Просто ни о чём. Ну, реально. Просто ни о чём, сука. Просто вот стоишь, долбишь эту морковку, блядь, и всё. Больше ничего. Можно вот так, как бы, если уж совсем рискованный парнишка. Блядь, жесть. Это жесть. Это жесть. А ведь я реально... Ребят. Прекрасное время было. Прекрасное время. Да, я с оставанием, с запозданием, как обычно, эту игру для себя обнаружил, но... Это не помешало мне кайфануть от неё. Спустя время. И получить просто массу удовольствия от вот этой надписи нокаут. От этого, на самом деле, я не знаю, это гениально. Это гениально просто. Блядь, и кажется, что всё-таки это было совсем недавно. Капхэточ, конечно, друзья, остаётся в моём сердечке. Ещё раз, я сейчас не говорю, что это топ... Топ по рейтингу моих пройденных игр. Мы не говорим про сюжетные игры вообще сегодня. Это просто, на самом деле, бесячие игры. Все сегодняшние игры, они бесячие. Хотя, на самом деле, есть одно исключение. Не знаю, мне эта игра понравилась своей ламповостью. И мне кажется, она тоже многим запомнилась. Предлагаю к ней перейти и на ней, собственно говоря, и закончить сегодняшний необычный видос. Да, друзья, и это Гастейшн Симулятор. Блин, как же... Фудтрак Симулятор. О-о-о, а я, походу, давно не заходил эту игру. Интересно, ребята. Пишите в комментариях, это стоит ли это попробовать? Это уже вышло, типа? Это, типа, от этих же разработчиков, похоже. Выходила там обнова, мы ее смотрели. Но это, конечно, все уже не то, в том плане, что... У нас уже есть готовая заправка. У нас уже есть коллектив. У нас уже есть... Все. У нас полностью... Бля, сколько же тоже времени. Эта игра реально, которая меня засосала. Просто засосала. Казалось бы, Симулятор заправки, блядь. Ну вот, что... Что тут может быть такого? Но нет. Я... Помню, мы устраивали, там, и неделю этого Гастейшена, и все вот это вот. Бля, подожди, я ничего не помню уже, вообще ничего не помню. Как тут... Так, Ренатик, блядь, на кассе, это... Подожди. Так, стоп, я реально не помню, пацаны, работники. Так, Олешка, Андрюха, Ренатик, Олешка, дядя Гоша, и... А кто последний-то? Блядь, пиздец, так неловко, пизда. Я ничего... Бля, это сейчас сложно. Вы понимаете, сейчас, типа, у меня вот, ну, как бы, вот сейчас... Я ничего не помню. Все системы забыты, как бы, вообще полностью. То есть, я помню, что... Ну, это было охуенно. Это было охуенно, и у нас... У нас восьмой уровень, у нас полностью все прокачано, и... Честно говоря, мне сейчас стрёмно, потому что я сейчас, как бы, подпорщу свою репутацию тем самым, что... Не помню, как грамотно, то есть, на кассе сюда кто-то есть, потому что кто у нас... Кто... Помните, как я быстро все это делал? То есть, я был реально придрочен. Сейчас... Так, подожди, почему у нас дядя Гоша, список задач, ремонт автомобиля... Видите, как я медленно просто это делаю? Вы понимаете? То есть... Охренеть. То есть, вот тогда, вот, реально, рука... Когда она... Блядь, это охренеть. То есть, вы помните, вот, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык... И мы быстро успевали, следили за заправкой, сами какие-то дела делать. Я даже не помню элементы управления. Подожди, там же что-то можно было как-то... Я даже не помню как доставать эту щетку, швабру. Так, подожди, давай заправим тачку, хотя бы что-то полезное сделал. Блять, но эта игра была максимально Залипательной Я хер знаю, как объяснить этот феномен Но это было максимально Залипательно Просто заходишь каждый раз И хочется, хочется, хочется Хочется, хочется, блять Просто вот играть, продолжать, развивать Ее там, строить, копить деньги, распределять Эти финансы, блять, феноменально Реально, я даже не помню в каком-то Это в прошлом году, по-моему, да, осенью было Совсем недавно, казалось бы Вот, мойка добавлена была Вот это вот, как бы, мы тестили Это относительно недавно происходило Я даже не помню, как мойка, блять Как мойка-то обращаться Просто вот так, по-моему, и все В принципе, нам нужно основное что-то тут Основное что-то помыть, и все Ну, мы как-то играли в этот карвош-симулятор Там, в принципе, это тоже те же разработчики Я так понимаю, они чисто, блять, делают Всякие симуляторы Тоже мы там отмывали грязь Но здесь совместили все в одно И мне кажется, получилось просто охренительно Получилось просто охренительно Ты должен сам все эти финансы рассчитывать Что да как, чтобы, как бы, не Ну, блять, ну, блять, пиздец просто Я не знаю, это очень круто И, как бы, мне кажется, в нее проиграть, да, условно Сложно, ну, то есть, все равно там У тебя останутся какие-то средства Как-то ты что-то выкрутишься Ну, чтобы, как бы, все было максимально успешно Ты должен, прям, свою заправку построить Найти свой коллектив Бля, это было прекрасно, ребят Это было прекрасно То есть, вот, я считаю, мы сегодня затронули, как бы, игры, которые бесячие Эта игра ни в коем разе не бесячая Не сложная там То есть, она просто залипательная Я, наверное, что-то подобного даже, в принципе, не встречал И мы вот возвращались в нее И развивали нашу заправочку Ой, это было круто Это было круто Практически каждый день, по-моему, выходили серии Так, ну, по-моему, нам полностью эту машину можно не мыть Да, конечно, тут время, блядь, нормально тратится Проще оставить, чтобы автоматом все это мылось Иначе тут, я не знаю, как можно все это успевать Сам машину моешь, блядь, сам следишь за всем Это, конечно, жопа Но, друзья Я даже не знаю Тут, на самом деле, слова мои ничего не решают Потому что чисто эмоциональная составляющая Я думаю, что те, кто смотрел Вы, кстати, напишите в комментариях Вот, вы смотрели все эти игры Или, может быть, что-то конкретное из этого Вот, что вам больше запомнилось, я не знаю Просто ваш комментарий, на самом деле, будет очень важен Потому что я сегодня так Ну, не то, чтобы рискнул, конечно Но решил записать что-то необычное Совместив в одном видосе несколько игр Такого, как бы, еще никогда не было На самом-то деле То есть, обычно, ну, как бы, игра После еще, ну, отдельный видос по отдельной игре А тут, как бы, все в одном Блядь Я даже не помню, как повесить-то ее все повесил Заправка Вот она уже грязная Я даже не помню Я реально не могу достать, блядь Я не помню, какую кнопку доставать Этот самый На какую кнопку доставать швабру, блядь Это, конечно, совершенно не важно Потому что мы сейчас просто, как бы, вот Получаем, опять же, впечатление от игры Спустя время Бля, качок тут что-то, блядь, выебывается Бля, это было классно Это было классно Не знаю, друзья Не, я не хочу портить, реально Я просто не хочу портить себе статистику Потому что сейчас я там Что-то не успеваю Бля, как мы еще эти замки взламывали Дядюшки отдавали долг Не знаю, эта игра прекрасна Как и все, в принципе Все, которые мы сегодня посмотрели И еще раз, друзья Прошу внимательно Вот, поймите, что Может быть, просто кто-то воспримет так Что я сегодня, типа, свой топ игр За все время застал Это далеко не так Еще раз, как минимум Мы не затронули игры, которые С сюжетом я проходил Там очень много всего годного было Те игры, которые на постоянке Просто вот эти игры Мне кажется, они как-то вот Запомнились И тем более, они относительно, как бы, свежие Ну, потому что, как бы Остают брать, там Дату регистрации моего канала 2008 год, да Как бы эти игры, как бы, свежие Поэтому Не знаю Я надеюсь, что кто-то так же, как и я Сегодня кайфанул Потому что вот так вот В единос собрали И такого действительно еще не было Будет очень-очень-очень важно И интересно прочитать, друзья От вас комментарии Вот именно от тебя Вот прямо напиши Вот просто, что ты сейчас испытал Какая игра для тебя Кажется самой такой вот Вот Или что-то из этого смотрел Оценивайте видосик Подписывайтесь на канал Впервые До новых встреч, друзья Всем удачи И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok